Всем привет! Привет-привет! Наконец-то выглянуло солнце. Меня зовут Настя, мне 26 лет, и мне бы хотелось рассказать про то, как правильно начинать и как менять работу, если чувствуя, что что-то не то. Я начинала как стажёр в парижском офисе L'Oréal на бренде Garnier. Дальше я работала в Москве, и сейчас я работаю в офисе Google. Поэтому считаю, что есть что бы рассказать. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Итак, для тех из вас, кто только начинает свою карьеру и находится на некотором перепуте или не знает, с чего начать. Итак, совет номер один. Резюме — это очень важно. Резюме должно состоять на самом-то деле из хороших брендов, потому что есть такой эффект домино. Если вы начинаете с компании NoName и продолжаете как-то так развиваться, да, вы можете находить потом интересные зарплаты, но вряд ли вы найдёте интересное для себя окружение замотивированных интересных людей с возможностью международного роста, если вам это в том числе интересно. Но если мы говорим о карьере как в том числе стиле жизни и об окружении умных людей рядом, которые вас развивают, то очень важно, чтобы резюме начиналось и продолжалось максимально хорошо с точки зрения брендов. То есть ты подаёшься не в одну компанию, ты подаёшься, не знаю, в 10-15 международных компаний, и дальше ты ждёшь и продолжаешь общаться и развиваться. То есть вопрос попадания в международную компанию — это исключительно вопрос вашей мотивации. Совет номер два. Я считаю, что ваше профессиональное развитие — это, опять же, на 70% это ваше окружение. И, как говорят, если ты восхищаешься коллегами, с которыми ты работаешь, ты смотришь на руководителей, и тебе хочется быть хотя бы на них похожими, тогда это хороший знак. По моему опыту такое есть сейчас в Google. Я вдохновляюсь коллегами хобби, их структурированностью в работе и другими вещами. Но если смотреть мои предыдущие опыты работы, так было не всегда. Если говорить, например, про L'Oréal, то это более хаотичная компания, более эмоциональная компания с точки зрения ведения бизнеса. В офисе мы проводим большую часть своего времени, соответственно, нельзя подходить к работе просто как к способу зарабатывания денег и, не знаю, немножко... ...быть отделенной от коллектива, потому что вам там некомфортно. Если вам некомфортно, лучше уходить. Совет номер три для тех, кто только начинает. Действительно, попасть в компанию зачастую бывает сложно, но, как я сказала, это связано с вашей мотивацией и с стремлением работать и не жалеть себя. Очень часто я слышу, что я бы хотела работать в Google, я бы хотела работать в L'Oréal, но при этом люди не особо активно узнают, какие есть позиции, они не активно узнают, какие есть вопросы. Это же всё можно найти в интернете и активно готовиться к подаче, выходить на тех людей, которые там работают, выходить на HR, общаться, то есть проявлять свою активность. Очень важно не назойливость, а именно активность. Но я по себе знаю, пройдя уже множество собеседований за свою жизнь и работая в международных компаниях на английском языке, я понимаю, что вопрос исключительно вашей трудоспособности и желания чего-то достичь. Абсолютно не хочу звучать, как Тони Робинс, но объективно жизнь одна. Кроме вас, ваша карьера вообще никому не нужна. И уж тем более не тем людям, кого вы просите помочь вам с карьерой. Не нужно приходить к человеку просто из серии «Я хочу». В идеале уже проделать какую-то домашнюю работу и показать ему, что вы действительно проработали вопрос, что вы действительно не то, чтобы сегодня утром придумали, а вечером к этому человеку пришли. Меня тоже что-то спрашивают про Google. У меня есть такое ощущение, что люди просто хотят как-то абстрактно. или не верят, что они смогут, или в принципе хотят, и все. Вы должны перформить уже на тот уровень, значит, какую позицию вы поддаетесь. То есть у вас уже должна быть к тому моменту компетенция. Работаем, как говорил Ваня Угант. Работаем, ребят. Следующий пункт — это наличие стратегии в голове вашей карьеры. Не нужно действовать хаотично. Конечно, это сложно на первоначальном этапе, но сейчас все больше тренеров, коучей, кто-то подороже, кто-то подешевле, но сейчас очень много контента доступно онлайн, на ютубе, например, да, вот то, что мы сейчас, собственно, я записываю, например. Очень важно найти себе ментора хорошего, который позволит вам построить ваш карьерный путь, чтобы он выглядел логично, и чтобы у вас была какая-то понятная для вас цель, чтобы не было в резюме каких-то кусков по 5-6 месяцев в разном месте на протяжении трех лет. Пробовать что-то новое — это всегда хорошо, но в идеале с этим не затягивать, во-первых, и пробовать как можно раньше. План в голове должен быть, куда вы стремитесь, кем вы хотите стать. Визуализация — это очень хорошо, и очень хорошо знать людей, которым вы действительно восхищаетесь. Если у вас есть такие примеры, и вы хотите быть на них похожими, вы можете оттачивать свое поведение, плюс-минус смотря на них, и есть уже множество исследований, которые говорят, что если пытаться даже скопировать элементарно чьё-либо поведение, через какое-то время оно станет вашим собственным поведением. То есть привычки, они очень легко копируются, имитируются на самом деле. Опять же, нужно иметь стратегии в голове, в идеале иметь какой-то ориентир, не идеал, а просто референс в качестве менеджера, в качестве компании и позиции, куда бы вы хотели идти. Вот этот пункт я считаю особенно важным, поскольку я знаю по своим знакомым, что очень многие жалуются на свою работу в связи с тем, что они не находят взаимопонимания, например, с менеджером. Иногда действительно не приходится выбирать, это правда. Но зачастую вы можете сделать некоторое домашнее задание, которое состоит из того, что вы пообщаетесь с разными людьми, из разных сфер, в идеале даже познакомитесь с вашим потенциальным менеджером, формально, неформально, как получится у вас, чтобы у вас не было потом кота в мешке, а чтобы вы шли к менеджеру, уже понимая, что это за человек и в какую команду вы идете. Вы работаете тогда как единая команда, и вы работаете максимально эффективно. Если этого нет, то, к сожалению, вы очень тратите много времени на какие-то эмоциональные разборки, на недопонимание, на мискоммуникацию и прочее. Поэтому сделайте ресерч. Перед тем, как куда-либо идти, узнаете, кто будет ваш менеджер. Далее очень важный пункт. Мы все считаем, что мы мега классные, и вообще не понимаем, почему нас никто не берет. Но надо понимать, конкуренция на рынке достаточно велика. Сейчас доступ к информации огромен. И, соответственно, у каждого есть шанс попасть в то или иное место, опять же, имея набор определенных ресурсов для этого. Чтобы быть лучше, чем другие кандидаты, не нужно жалеть себя, не нужно, опять же, ждать у моря погоды. Нужно развиваться, нужно читать книги, нужно ходить на конференции в той области, где вы хотите в дальнейшем работать. Или вы уже в ней работаете. Поставьте себе план конференции, узнайте план мероприятий на год. Потому что наличие экспертизы предполагает, так сказать, признание. То есть, когда коллеги признают ваши таланты, это, конечно же, очень приятно. Сама работа вас не найдет. Хороший менеджер, хорошая команда тоже. Последний пункт, который я считаю также очень важно сказать, это знайте себе цену. Если вы эрудированный человек, который разбирается в своей теме, который сделал действительно очень многое, прежде чем прийти на собеседование, а не сделал это наугад, то вы себе, как правило, знаете цену. Но не просто в деньгах, а, опять же, по тому функционалу, который вы будете выполнять, по той работе, по тем возможностям, которые вам может давать компания. И не нужно соглашаться на все подряд, нужно понимать, чего вы стоите, и никогда не нужно дешевить. Ваш труд, это абсолютно то, что заслуживает признания и уважения со стороны других людей. Пока это все. Если вам будет интересно узнать что-то больше про карьеру, про возможности, про то, как попасть и работать в международных компаниях, можете оставлять комментарии здесь под видео, или же писать мне в инстаграм. Кстати, интересно, да, что большинство людей мне пишут как раз в инстаграм после просмотра роликов на ютуб. Пожалуйста, feel free, буду рада вам ответить. Хорошего дня!